Данная игра приучена к Международному дню защиты детей и будет проходить в рамках благотворительной акции. Давайте не будем равнодушными, поддержим Софию и примем активное участие. В хорошем мероприятии для хорошего дела надо чаще организовывать, потому что в нынешнем мире много людей, которым нужно помогать. Провели благотворительный матч в поддержку Софии Кривой, девочке, которой 4 года и которая болеет онкологией. Ребенок борется уже год, где-то приблизительно с этой болезнью. Лечение проходит в Турции. Благодаря вот этому благотворительному матчу, который только что закончился, мы собрали энную сумму денег. Для них это огромное желание, скажем так, для меня и редкость, чтобы напрямую поиграть с футболистами. Есть легенды, есть чемпионы Белоруссии играли у нас в составе. Поэтому в первую очередь это огромное удовольствие для тех, кто с нами собрался. Ну давайте начнем с того, что это уже не первый наш матч. Ребята уже 2 года подряд играют в благотворительный рождественский футбольный матч с нами. Вот, где мы проводим матчи с детьми с особенностями развития, вот, и стабильно уже 6 лет проигрываем. Вы весело с ними играть? Я вам скажу одну вещь. Когда ребята из футбольного клуба Гомель играют с детьми с особенностями развития, да, и ребенок играет с футболистом вместе, ну, эти эмоции не передать, это надо видеть просто. Есть стадион, и надо собираться, чтобы эти детишки, которые кричали Гомель, потом болели за эйфаги, образом, чтобы больше приходило, тем больше будет туда ходить на футбол людей. Ну и, конечно, огромное здоровье Софьете, чтобы у тебя все наладилось. Тебе куча, куча. Мы тебе подарим положительных эмоций. Только выздоравливай, и чтобы твоя семья гордилась тобой. Хотелось бы поблагодарить футболистов, ребят футбольного клуба Гомель, что они отозвались на нашу идею и помогли им провести такое замечательное мероприятие. Софьера, выздоравливай быстрее. Приходи на матчи футбольного клуба Гомель вместе с волонтерами в «Гомсельмаш». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин